То есть вообще такая пустота, вот, еще раз, еще сильнее как-то трансформировалось все. И, ну, вот, собственно, с полутора годов назад я себе не вру в плане, там, ради, там, любимого человека сделать, там, какую-то клюкву другую совершенно, чем... Милая, вот так, да? Тебе так лучше? Хорошо, я похожу вот так. Порой тоже рассуждали и отметили, что мы иногда не замечаем, как мы в отношениях, да, кроме меня у нас так было, но вдруг кому-то пригодится, что мы перестаем, как-то этот алгоритм настолько срабатывает, он уже так к ним привыкли, так, что не обновлялся он давно, что получается, что, там, например, в быту, ты хочешь кушать, а получается, что Я приготовила поесть, все, иди, все, все готово, садись. Вчера так получилось, что поспала два часа, ложись спать. То есть, как хочешь, не ходи, ложись. Там тоже, Наташа поймет. Ну, как вот, Алина, надо, там, что-то, Наташа поймет, ложись спать. Сиди, потом ржали, такое, что-то жесть. То есть, часть коммуникации, запроса, да, интереса уходит. Оно просто начинает, настолько, получается, высохло все, да? Ну, привычка просто становится, как бы, ты общаешься с человеком? Это внимание, это внимание обращается. Вы друг друга уже давно знаете, да, многое сказано, и все так, реально, да, типа, упрощается, можно уже и не спрашивать. Сокращается-сокращается, и получается, что ясность, она... Ну, потому что изменения-то происходят у вас обоих, а получается, как бы, а можно уже не спрашивать, мы же давно друг друга знаем, все это понятно. А так оно же изменяется, да. Да. Вот. А почему здесь? Я вспомнил свое сознание. Давай. Такое капитальное, на самом деле. Вот это темное пятно вскрылось. То есть, у меня на протяжении 5 лет обманывал очень близкий человек. Сейчас, извини, секундочку. Если вы будете общаться, то, молодые люди, можете выйти. Здесь все очень слышно. Если несложно, можешь выйти и громче говорить. А можно отсюда? Да, хорошо, только громче. Ну, меня на протяжении лет, 5 лет, 5-5, да, обманывал близкий человек очень сильно, да? То есть, это было, в принципе, такое построение, такой виртуальной реальности у меня, да, в которую я верил. Ну, вот. Ну, это жена моя была, значит. И, а потом это все вскрылось, да, и я думал, а почему я это не видел, да? То есть, мне все говорили, я вспоминал потом, вот, сразу события в жизни. Мне все об этом говорили впрямую, многие, да, то есть, а я этого не видел. Вот. И я такое, так себе это объяснял, что я, типа, настолько хороший, да, что вот такое понятие, как такое предательство у меня, в принципе, отсутствует в моем понимании мира. И это, то есть, так жутко, что я, типа, вот, не могу представить себе такое, да, насколько это, ну, это просто жесть, да? То есть, и я вот этим гордился, что у меня такого, ну, типа, вот, я совсем другой, и этого не вижу, и поэтому я не увидел и был таким лохом, что меня 5 лет разводили, да? А вот вчера иду, как бы, я понял, что я этого не видел, потому что это есть во мне, и я настолько сильно это в себе не признаю, что я этого не видел, поэтому, то есть, как бы, что это во мне есть, вот, такая штука, видимо, вот, что со мной делали. В смысле? Какая именно штука в тебе есть? Ну, отчасти, то есть, вот, то, как со мной поступала жена, да, обманывая меня, что, видимо, какая-то часть вот такая есть во мне, и я ее, как бы, не признаю. А если бы ты обманывал, как бы ты к себе относился? Вот, я бы себя ненавидел, просто жутко. А, ну, все, да. Да, то есть, это вот, ну, это просто жесть у меня конкретная. Вот, да, и поэтому я в себе это, как бы, ну, отрицаю очень сильно, и поэтому для меня это просто жуткая жесть вообще. Тебе показалось, что это не жуткая жесть, да? Я шучу. Спасибо большое. Так, вот, я этого не видел очень, ну, долго вообще, да, пятно. Еще кого-то? Ну, если ты нервничаешь, не хочешь, все нормально. Окей. Еще кто? Все? Не было там ярости, ненависти, агрессии, там, хочется прибить своего соседа? Было? Я была в маршрутке, я езжу, там, ааа, я была в на тракте, я ищи с зоны, да, 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 ты вообще, ты зря не пошла. А можно потише? Я первый, ну, наверное, в другой ситуации я бы там, либо сделала потише себя, пим-пим-пим, потише. Либо просто игнорила бы человека, либо, там, не знаю, еще какой-то третий рядом. Ну, я две секунды думаю, я не в библиотеке, я не ору матом непристойности на самаршрутку, поляржусь. Нет. Она мне спрашивает, а можно потише? Я просто говорю, нет, она кухни! И все, ну, извините, и дальше разговоры. Ну да, реально, не библиотеки. Класс. Так, хорошо, значит, с осознаваниями закончили. Приколюхи. А? Приколюхи. Приколюхи, хорошие. В слепом пятне сначала с вами. Это происходит по отношению к вам, вернее. Когда вы не хотите этого понимать и сопротивляетесь, все резко становится хорошо до тех пор, пока вы не оказываетесь в этом положении. Потом слепое пятно уходит. И вы такие, вот, поэтому у тебя есть возможность понять, пока ты не начал так делать. Потому что станет все хорошо резко, и ты увидишь, что ты все время, все время, все время, все время, все время так делал, но не видел. Сначала ты не видел того, что с тобой так делали, а потом ты не будешь видеть, как ты так делаешь, до тех пор, пока не станешь до ее уровня. Вот у меня такое ощущение, кажется, что это каким-то образом делаю, да. То есть ты чувствуешь, что не видишь, да? Да, не вижу, как-то. Знаешь, что ты делаешь? Ты там себя обманываешь. Да так, да. Наверное, я с собой садил. Смотришь, пока все хорошо, как вот это вот помертие. Создаешь иллюзии, сам себя понимаешь. Когда в начале это... Так, давайте, если вы хотите вести семинар, вы ходите и говорите. Если нет, поднимайте руку. Про что именно? Вот я не поняла. Ты говоришь, пока ты этого не делаешь, есть возможность вот это помять. Вот это как момент? Ловите и... Пока ты этого не делаешь, я сказала, да? Ну да, пока вот так все хорошо. Или как бы не то, что ты этого не делаешь, а ты этого не видишь. Я говорила в моменте того, что это происходит с ним. И пока есть этот момент, то есть ты еще... Оно раздражает, если ты увидишь человека, который врет? Если сейчас раздражает еще? Ну да, если я четко вижу этот человек, как бы, если я пытаюсь, сделаю, чтобы он был искренним, а он продолжает врать, мне это жутко бесит. А, пока все нормально. Я снимусь. Потому что когда, как только это перестанет бесить, не будет радостного и легкого, вот не будет легкости и нежности к этому человеку, а просто резко перестало бесить, это значит, что слепое пятно работает на полную, все отодвинулось для того, чтобы ты стал на это место. То есть пока бесит... То есть не надо радости и нежности. Нет, нет, радости и нежности родится как следствие понимания, почему так происходит. Почему это не вселенское зло, и такое бывает. И в смысле того, что пока это раздражает, пока не началось великое сказочное затишье, то есть возможность понять. Значит, это хорошо, что это раздражает? Да, да. Когда это перестанет работать, пока оно раздражает? Да, именно сейчас есть период, чтобы с этим работать. Ты видишь, что это было, сейчас еще раздражает, можно работать. Потому что потом оно перестанет раздражать. А с чем работать, когда ничего не раздражает? С чем работать? А где волну? Да. Да, вот комплекс. Потому что вот именно я пытаюсь с этим работать, чтобы она перестала раздражать меня. Вот именно этот момент как бы пугаешься. Если ты поймешь, поймешь, что каждый из нас делает какие-то поступки, делает свой выбор. Каждый из нас делает свой выбор. И только ты относительно того, чего ты боишься, ставишь какие-то решения в сферу «это плохо». Этого не должно быть. Нужно, чтобы это либо прекратило существование, либо чтобы я прекратила на это реагировать. Но это только от того, чего ты боишься, от этого формируется сфера «это плохо, это ужасно». То есть если я так сделаю, я себя просто возненавижу, я не знаю, как я буду жить. И вот там кроется вот та самая детская боль, когда с тобой так делали, и ты не понимаешь, почему так происходит. То есть в уравнении «я» ситуация, не стоит еще и вселенная. Это предназначение, навыки, контракт. И ты говоришь, да нет, такого я не слышала. Что происходит? Так. А как работать, когда работает, например, слепое пятно уже или еще более… Да, если ты упустил этот момент, этот раздражающий момент, то… А, кстати, мы не спросили вчера у Марата, что тебя больше всего раздражает? Мы вчера искали алгоритм, как найти по раздражению боль. Самое большое раздражение. Да, самое большое раздражение. Кто тебе вот самое большее раздражает вообще в жизни? А я не знаю. Раздражает, раздражает. Что? Все так неожиданно. Ну хорошо, ты пока подумай. Я могу сказать, что меня раздражает. Ты можешь сказать, что тебя раздражает. Что тебя раздражает? Мне жалость раздражает. Жалость раздражает. Особенно к детям. А это отсутствие чего? То есть, когда человек жалеет ребенка… Наверное, все. И когда человек жалеет ребенка, чего он не видит в этом ребенке? Да, но силу он не видит, конечно. То есть, раздражает, когда человек не видит твою силу? Наверное, да. Ну тут, когда уже все затихло, тут только логически, ну я для себя знаю, что только логически ты находишь, то есть, как уравнение. Реально начинаешь решать уравнение, сравнивать, анализировать. И находишь общее ядро. Вот в этих всех моментах, которые раздражали, а потом, когда ты долго этого не видишь, и тебя уже начинает раздражать, что ты этого не видишь. Это тоже в список. И здесь тоже находишь общее ядро. Оно одно. И вот это одно, вот туда нужно идти, как… Сейчас я буду дальше, сегодня целый день буду рассказывать, как туда дальше углубляться. Не только из слепого петна. Но сначала у нас сценка. Я помню, что меня раздражает. Ты это покажешь. Что-то прикольно. Ну, когда… Раздражает? Ну, когда цинизм, когда раздражает. Да, ну да, с нежностью. То есть, если когда умрут насчет того, что делают, или говорят как-то странно, там, какими-то обходными путями, или начинают это делать обесценивать, мне прям бесит. Когда обесценивают, когда обходные… И мы как раз насчет этого сценку придумали. Классно. Сейчас я маленькое предисловие сделаю, потом будем показывать сценку. Мы когда изучали, и вот недавно, на прошлой неделе нашли такую вещь. В общем, я называю ее дыра внутренней красоты. Это когда человек сам обесценивает свои качества, все самое тонкое в себе, да, там… Способность быть нежным. Обычно это воспринимается как слабость. Если ты нежный, на тебе можно ездить, значит, ты слабый. Это не воспринимается как сила, кстати. Не воспринимается. Если ты нежный, ты мягкий, да, такой… О-о-о-о… Почему так склеивается? Обесценивание нежности, обесценивание красоты, когда красота ставится на очень капитальные резкие условия, да. Только «Космополитен», там «Мэнхеллс», а все остальное, что на улице, это страшные люди. А вот на глянцевых журналах, да, это там вот так и должны люди выглядеть. Ну, это, например. То есть очень… И когда есть разница, вы смотрите на человека в маршрутке и на человека с глянцевой обложки. Если есть капитальная разница, вот это сразу видно условие на красоту. То есть на этого встает, на этого… Да, на этого даже смешно, да. И когда обесценивают такие вещи, вот искренность, да, это больше всего проявляется… Вот у человека есть боль внутри. Боль внутри обычно зарождается с маленьких, когда ты подходишь к папе или к маме со всем своим открытым сердцем, а он тебе… Хочешь плакать, иди пописай. Или наоборот. В смысле наоборот. Хочешь в туалет, иди поплакать, что это? А, нет. Я не смогу очень родить, дай мне. Нет, здесь другой момент. Когда с открытой душой, да, подходишь к своему родителю, и тебе больно, да, ты там потерялся, не знаешь, зашел в тупик, страшно, запутался, ты приходишь и говоришь о своих чувствах, о глубинных своих чувствах, да, о своей боли, о своих страхах. А взрослый, у него тоже куча проблем, он понятия не имеет, что тебе надо сказать. И он просто, например, говорит, все наладится. Будь сильным. Да, да. Относить проще. Относить проще. Я услышала, у нас есть проще, да. Относить проще, будь проще, люди к тебе потянутся, с самого детства слышала. А работает, да, стало проще, все потянулись. Можно звук выключить? Спасибо. И вот эта боль, боль, которая рождается, вы подходите к близкому, родному, самому единственному, ну, двум, да, папа и мама. Открываете себя снова и снова. А они такие, они сами не понимают, что надо делать. Они говорят, все будет хорошо, ты не переживай, все наладится. Там, обнимают. Сколько тебе денег дать? Или что тебе купить? Может, тебе на завтра вот это вот приготовить? И ты понимаешь, ты им открываешь чувства и эмоции, а они говорят, у тебя все будет хорошо. Какую тебе материальную ценность дать? Денежку, еду, может, курточку купим? И обратная связь не идет на уровне чувства и эмоций, она идет на уровне материального и интеллектуального. Все будет хорошо. Все будет хорошо. А кому помогает, когда снова и снова говорят на ваши проблемы, все будет хорошо? Никому? А почему? У меня ситуация в жизни была, на самом деле, смешная. С подругой общались, и она, вот, парни, проблемы, не могу делиться с ними. И она, лезет, не переживает, и все, что не делается, все лучше. Да! Я по-разному эту фразу сказать. Может, человек настолько тебе любит и как бы сочувствует, что он тебе действительно передаст какое-то ощущение спокойствия, что все хорошо и так, да, здорово? А может, он отговаривается, он отговаривает дежурную фразу. И все будет хорошо. Это бесит. А когда вам много раз говорят дежурную фразу, и человек подходит, искренне вас поддерживает, а вы уже слышите дежурную фразу. И такое уже не важно. Ты такой, да вот, вот, да, да ну же вообще. А человек такой, к вам с душой, типа, все будет хорошо. И хотел только что объяснить, почему все будет хорошо. А вы ему уже послали на три буквы. Вот есть очень тонкие вещи у нас, вот та самая внутренняя, да, красота, собственные качества, собственное достоинство, умение ценить то, что другие люди называют слабостью, умение ценить это в себе. Копаешься в себе, понимаешь себя, а другие тебе говорят, что ты за хренью занимаешься? Начни уже, найди себе там работу. А работаешь, и все равно хренью занимаешься. Ну, чувак, ну, повзрослей. И когда предательство идет в себя, как сознание, по вот этим вот невероятным качествам, вот этой вот самой нежности, а чего? Этой самой нежности, этой собственной красоты, которую видишь у себя в глазах, утром просыпаешься, смотришь на себя в зеркало, и ты не видишь страшный просто пакетик, да, вот, чайный пакетик такой уже, вымоченный, засушенный, а ты видишь свое лицо, и ты видишь свою внутреннюю красоту, автоматом она отражается, она сияет в улыбке, в глазах, в каждом движении, и когда ты на свою руку смотришь, да, это ты офигеть, хочется ее со всех сторон фотографировать, это же обалденно, другие не видят, да, пофигу, это же такой кайф рождается от самоощущения себя прекрасным, и вот эта вот дыра внутренней красоты, мы ее еще будем изучать, но в общем, сейчас по прикидкам того, что идет обесценивание и высмеивание очень тонких структур, очень таких вот нежных, да, хрупких состояний, которые, если ценить, они становятся очень глубинной, невероятной силой, как океан, и из-за боли, этой детской внутренней боли, когда вот ты в отношениях присутствуешь, ведь суть отношений в том, что ты где-то глубина полностью открываешься другому существу, глубина, да, это что-то настолько связывает полно, ну вот, это открытость внутренняя и искренность, когда ты не просто говоришь, что с тобой произошло, о чем ты думаешь, а когда ты можешь всего себя вот так вот повернуть и сказать, вот смотри, я такой, и это тебя не пугает, когда ты можешь себя настоящего показать другому человеку, но если ты не можешь показать себя настоящего себе, то очень сложно, естественно, это показать наружу, и из-за этой боли есть огромнейшая тяга, вот в этой самой близости, просто близости с другим существом, в каком-то внутреннем мастере, ну, когда мозг настраивается между существами, от сердца к сердцу, да, от вот внутренней меня настоящего, ко внутреннему другому человеку настоящему, идет доверие, ну, осознанность при этом остается, мозг работает, и в этом есть потребность, да, потому что все стремится к целостности, а целостность — единство, мы все одно сознание, а значит мы все, блин, английские фразы в голове, мы все соединены, да, то есть представьте, это между нами магистрали, но из-за страха мы эти двери закрываем, говорим, неа, неа, как люди, которые должны, в общем-то, стоять и держаться за руки, да, чтобы проводить этот весь циркулярный поток, а из страха того, что другой человек увидит вас настоящих, когда вы сами боитесь, да, увидеть себя внутри настоящих, вы руки забираете и становитесь вот так, нет, ой, вот так вот, то есть куча народу, которые кто-то держится, у кого-то получилось увидеть силу, в нежности, в искренности, в умении ценить себя со всеми своими внутренними качествами, и они уже держатся за руки в этом огромнейшем семимиллиардном кругу, и люди, которые боятся этого, и они стоят вот так, а они стоят вот так, и они не чувствуют общего поля, они закрываются, говорят, я боюсь, я боюсь, я боюсь, что я увижу себя в твоих глазах, и я не выдержу, мне так больно, потому что в детстве мне уже сказали, какой я прекрасный, я уже услышал, спасибо, я уже прочувствовал и прожил эту боль, я не хочу снова, а здесь 7 миллиардов, они соединяются вместе, они все видят, какой я, и автоматом это вбрасывает в детскую боль, потому что моя мама там, или папа сказали, ты видишь себя, ты на себя посмотри, ты какой-то там уродец, бросается одна фраза, она отпечатывается, и потом видят других людей, ты не хочешь слышать от них ту же самую фразу, ты полностью закрываешься, и близости не получается, мы начинаем учиться коммуникации на самых разных уровнях, но здесь закрыто, и кажется, вроде все классно, человек открытый, человек искренний, человек, у него нету проблемы, да, там в тактильных прикосновениях, все круто, все от нас, нормально, все классно, я даже спрашиваю, держу территорию, все обалденно, кроме одной вещи, этот человек внутри, вот ту самую маленькую дверку близости, не открывает, он говорит, посмотрите, я все это могу, я по описанию подхожу, подхожу по описанию на человека, у которого полностью открыто сердце, и который испытывает близость, и способен не разрушиться от чужого мнения, чужого взгляда, чужого слова, я по всем описаниям подхожу, но только я никого не подпускаю к себе близко, я не могу полностью отпустить этот контроль, я все делаю, все делаю, я разговариваю, я двигаюсь, я общаюсь, я коммуникабельно, но внутри только стоит человеку приблизиться, только стоит настраивать отношения, и сразу срабатывает цинизм, высмеивание и обесценивание, вот этого вот самого важного, что так сильно необходимо, то самое, что было обесценено в детстве близким человеком, что было высмеено в детстве близким человеком, и потом другой другой к вам приближается и вы все время начинаете чем ближе он ко мне подходит например да не в смысле по расстоянию пространственному а в смысле чем ближе мы с ним становимся тем сильнее я начинаю слышать эхо например посмотри какая ты не знаю как сказать там неряха свинья посмотри ты ничего не умеешь чем ближе он ко мне приближается тем сильнее я слышу этот голос голове я не хочу чтобы он я хочу чтобы он приблизился ко мне и я чтобы почувствовать что я достойна до увидеть что я не то что мне сказала мама чтобы хоть как-то вселенная подтвердила что мама была не права но стоит ему подойти ко мне хоть чуть чуть больше еще ближе еще ближе чувства свои показывать выражать себя проявлять ко мне нежность и я вот такой вот алармой слышу нет я начинаю очень сильно слышать по нервной системе эти мамины слова они как колокол и боль поднимается я настолько сильно этого хочу но мне нужно его отодвинуть отодвинуть его и тогда рождается цинизм просто высмеивание высмеивание близко человека не подпускает другого потому что когда ваши самые искренние глубинные чувства высмеивают смотришь на человека если у тебя внутри дыра это адски больно это тебя ломает открываешь свои нежные самые чувства грифику я тебе нравлюсь у я тебе нравлюсь класс надо записать это говоришь человеку говоришь человеку ты мне нравишься он говорит а да ну конечно то пошли потрахаемся на торгах я тебе нравлюсь ты пошли человек только что что я что-то так не сказала да да но я привожу просто пример цинизма да и человек открывается а ему просто так вот как лезвие типа да я слышу да ты тоже мне нравишься и высмеивание обесценивание пошли потрахаемся ой да ты что не просто пошутил то и вот здесь вот человек с дырами внутри с болью внутри не будет стоять рядом он от этой боли скрючится потому что ему так же само в детстве говорили он так же сам ослышал это в детстве он пытается переступить все свои страхи и открыться и нарывается на стену из цинизма становится больно закрывается и уходит естественно это его ответственность понимать почему все еще все еще больно привет ручок но сам факт того насколько этот механизм и инструменты по обесцениванию и высмеиванию становятся бытовыми просто бытовыми когда это не только касается там знаменитым он уменьшается моментах жизни я тебя люблю ты мне нравишься а даже самых простых там ты сегодня отлично выглядишь у другого человека начинается там нервные смешки реакции какие-то непонятные как бы отталкивая другого человека да да это на себя посмотри на и вместо просто там Человек говорит спасибо и наслаждается этим В нем увидели красивое Ну обалденно, ну классно Начинается истерический смех Вот сейчас мы придумали сценку Попробуем ее показать Что мы в 2 часа ночи это репетировать? Я не буду держать, он успокоится Он лучший актер, чем я На какой коронной фразе? На какой коронной фразе? Надо поджиматься, приседать Да, мы с ним знакомы, в общем-то чуть-чуть там общались И вот мы встречаемся просто на улице О, привет, как дела у тебя? Привет Я подумала, может пойдем погуляем, потусить не хочешь? Слушай, давай А, ты что-то с другими не можешь погулять что-ли с парнями? Что, мужиков не хватает, да? А, да, да Что, куда пойдем-то? Ты чувак! А, да, да, да Дубль 2 Слушай, извини Так, еще раз сначала Что-то я сейчас заплатался Сначала Привет, как дела у тебя? Блин Так, надо это О, привет, как у тебя дела? Привет Не хочешь потусить, погулять? Что, тебе не с кем погулять что-ли? Да ладно Да, есть с кем погулять, просто Ты мне нравишься, я думала погулять вместе А, ну прикольно Давай Что-нибудь я в ресторан принесу А, давай все в верму сходим, точно Да я пошел в суши В суши, да, пойдем в суши Ну пошли, да Ага В суши? Да, в суши О, прикольно, сиськи пошли, смотри, клевая, да? Клевая девочка Слушай, расскажи, как дела-то у тебя Да хорошо дела Вот Поняла, что ты мне нравишься В общем, как бы жизнь короткая Думала, может, пообщаемся Завтра может не быть Это что-то каждого парня соблазнять, что ли? Да Методы свои Знаешь, я, наверное, пойду, в общем-то Потому что Я тебе просто говорю, что ты мне нравишься Можно потусить Наверное, ты чего-то очень сильно боишься Если высмеиваешь каждую мою фразу Я пойду Спасибо большое Что-то я не говорю Слушай, останься, останься Прости, я Я что-то сейчас вообще очень сильно не понимаю Но Ты мне очень нравишься И Останься, пожалуйста Я не понимаю, что происходит Что-то Я просто говорю тебе, что ты мне нравишься Но Это не значит, что я хочу, чтобы ты со мной так обращался И если ты не понимаешь, почему ты так делаешь То ты не сможешь это контролировать Слушай, ну я действительно не понял А, понял Да, точно Слушай, извини Это как, наверное Вот как, наверное Вот как пастух настраивает отношения с твоей овцой, да? Вот так Нежнее Ласкорее надо, да? Вот так Я понял Я понял Точно Спасибо Спасибо, что ты меня висил С овцой, да С овцой Ты чего? Ты знаешь, я понимаю, что Ты не понимаешь Что происходит, да? Что я не понимаю? Я же только что сказал Ну, как бы я понимаю Ты не слышишь себя, да? Я пойду Извини Спасибо большое Я ушла Странная баба какая-то Странная баба Ну, блин, мне нравится Да нет, какая-то стерва Сейчас что пристроила Я здесь какую-то фигню Ну, блин, глаза у меня прикольные Чужие понимают Я ее в сону Да ладно Вот так, как это обычно происходит в бытовой Нормально Это же нормальное общение Нормальное тусовочное общение Все круто, все классно А потом пошли потрахались Поженились Родились дети И все это нормально Это нормальная коммуникация Как бы Да А кто увидел здесь что-нибудь неадекватное? Ну, как бы Я увидел из себя и неадекват А еще кто По какой причине можно взять это нелогичным общением Или может у меня что-то не так В этом общении Может и нормально Для кого все нормально в таком общении? Ну, не нормально То есть ты была настоящая Он как бы защита такая Я боюсь, я боюсь Я вот буду как-нибудь так На шуточки На шуточки все переводить А то не дай бог Мне придется открыться И что-то там И что-то там И рассказать И что-то там И рассказать А я вот не поняла вначале Почему мы с ним все понятно А ты-то почему Он тебя спросил Передем, как дела? А ты сразу к делу Даже не ответила О, у меня все классно Это просто вот Чтобы покороче сценка была Да Ну ладно, хорошо Потому что так можно было Целый диалог Да Но в этой истории Ты тоже ведешься Там тоже интересно Получается, что ты тоже Как будто бы уже Три раза там обжигалась И когда он начинает вести себя так Ты не доводишь ситуацию До какого-то конца Она тоже Ну, он спасал правцу Все, я убежала Ну Я до Нет-нет Я до этого ему объяснила же Я объяснила ему Ты слышал? Два раза Объяснила Я два раза сказала, что он мне нравится И два раза объяснила Что я не хочу, чтобы так со мной обращались Видимо, он боится Видимо, ты боишься Я ему сказала Ты слышал это? Ну да Но тем не менее Если бы тебе было реально интересно Ты могла бы Что я бы? Раз, два, три, четыре, пять В какой-то момент я его пробил бы То есть два раза мало Два раза мало Хорошо, Антон Два раза мало А до какого момента Человек с собственным достоинством Должен подходить к человеку Который его унижает Сколько раз? Меня тысячу раз Можно было бы пробивать металил Ты скажешь Сколько раз Есть Сейчас А те в год Пока она не ушла Он не захватывал Он не задумался Вот реально Он не задумался Сейчас момент Да, да, да Сейчас очень важный момент Вот мне интересно То есть Вот если женщина Мне вот Мы с папой работали Я его спрашивала Мы выясняли По каким критериям Он считает Что женщина его любит Он говорит Когда она делает все Что я хочу Я говорю А если, например, ты Маме сделаешь больно Там ударишь ее Он говорит Я там встану И тут же уйду Я разведусь Я говорю Отлично, да А если она тебе Чтобы ты понял Что она тебя любит Что ей нужно После этого сделать Ну как Простить меня И перенять И перетискать Пошли обратно Да Я говорю Хорошо А если бы это была Женщина с достоинством Ну она бы просто Развернулась и ушла Я говорю Пап, то есть Ты хочешь автоматом Женщину без достоинства Чтобы ее можно было Унижать Она бы возвращалась Она бы понимала Она бы давала тебе Еще один шанс Где здесь логика То есть Вместо того Чтобы научиться Что люди хрупкие Да У нас есть психика Наша искренность Открытость Есть хрупкость Нет Другой человек Он обязан Два Три Четыре Пять Тогда бей же уже его Так что до него дошло Что он такой лох Да Что он не видит Что она ему нравится Хорошо Давай Вот мне вот Очень интересна Та ситуация Сколько Что мне нужно было Сделать Ты просто видишь Что человек Как ты говоришь Боится Он может быть сам Обжигался Это все видишь Тебя абсолютно Его ответы Ты их понимаешь Это значит Что я нахожусь В этой ситуации Сколько захочу Ты можешь Наховить в ней Сколько хочешь Но мне не захотелось Я ушла Нет вопрос Значит тебе тоже Так же как ему Было не особо Ну она нравится Ну он бы так себя повел Ну бог с ним Ладно То есть главный признак Для тебя того Что ты человеку нравишься Это то Что ты его можешь Отталкивать много раз А он все равно стоит И ждет И ждет И ждешь Когда же ты придешь в себя Так что ли Ну любой человек Если действительно К нему раз, два, три Там в каком-то раз Он откроется А если он не открывается Тогда что Да Ну может просто Может красные яблоки Тогда Я кажется тут индивидуально Ну в данной станции Было ощущение Что как-то ты рано Мы делаем сценку Чтобы не на полтора часа Понимаешь Мы просто показали Механизм Который можно растянуть Еще На два часа Общения в суши-баре Когда он скажет Например О том Да чего он боится А потом снова Бас-бас-бас Высмело Обесценил Да То есть получается Необходимо Тебе необходимо Доказательство того Что человек В тебе заинтересован Это то Насколько он выдержит То что ты делаешь Да не выдержит Ты опять передергиваешь Ну объясни мне Чтобы я так могла понять Ну вот Я подошел к девочке танцевать Она меня боится Я с ней танцую Она меня боится Она там ведется Глупо Ну вот как Марат Глупо говоря Она сидит Не парит Я не терплю Мне не надо Это выдержит А если это не твоя работа Нет Я не про работу Говорю Я просто Ну образно Вот я там что-то вокруг Это меня не парит Хорошо Давай по-другому Вот тебе Хорошо Давай по-другому Вот тебе нравится Какая-нибудь девочка Да И она тебе Именно Такую хрень Которая тебе По мозолям давит Ну если давит Значит я со мной Так же Не проработан И вот Если она давит Тебе по мозолям То С какого момента Ты уйдешь Сколько раз Ты будешь У тебя есть К ней чувства Она давит Тебе по мозолям Не специально Да У нее там свои проблемы Сейчас И она давит Тебе по мозолям Как долго Ты будешь Пытаться Ей донести Что она тебе нравится Если она мне нужна То я донесу Ты слышишь себя Да Если она мне нужна Я ей донесу А если она Не хочет слышать То нужно сделать Это силком Найти еще Какие-нибудь инструменты Она же со мной Пошла в кафе Значит Она хочет Какие проблемы Ты издеваешься что ли Если девушка С тобой пошла В кафе То что значит Я хочу рассказать Ее не нравится И не пойдет Она знает Но если она согласилась То пойти Это вообще интересно Работа просто То, что ты девушка С разных позиций Смотри, Наталья Секунду Я хочу закончить То есть получается Если ты приглашаешь девушку И ты ей нравишься Она согласится Пойти в кафе Если не нравится Если ты ей не нравишься Она не пойдет в кафе Она не может просто Пойти с тобой в кафе Просто ради интереса Ради кафе Ради кафе, да А вот она тебе нравится Очень сильно нравится Но она какую-нибудь фразу бросает Ты чувствуешь По больному месту бьет Ну ты можешь продолжать Быть самим собой Говорить, как ты чувствуешь Надо быть открытым Да, ну ей пофигу это Ну пофигу, пофигу Я не согласна Ты вот только что Ты надо пробиваться Тебя надо быть просто Своим собой Я не штурмую крепость Я просто оставлюсь сам собой Смотри, мы исходим из того Что у тебя очень сильные чувства к ней Так И она тебя не слышит Тогда что? Ну что, ты продолжаешь Быть самим собой Хорошо, ты продолжаешь Быть самим собой Я неинтересна Неинтересна Ну все, пофигу Ну какой-то момент То есть ты не достукиваешься До нее, да Ты мне говоришь Я слишком быстро ушла Я пытаюсь понять логику Того, как ты воспринимаешь это Ты ушла Ну не реализована была ситуация То есть видимо Лучше он там дым Тоже интересно То есть в принципе Можно Как бы еще Тоже сливается Может в итоге Тоже сливается Да, да, да Ты тоже сливаешься Ты сейчас говоришь То же самое Ты слышал Ты говоришь Ну что, быть самим собой Ну и пусть уходит Ты испытываешь чувства Ты сливаешься Ты говоришь Наташа, ты рано сливаешься Зеркало работает здесь Марат, показывает тебе Что работает зеркало Потом можно будет На видеозаписи Посмотреть то, что ты говоришь Ты говно На самом деле все правильно О том говорит И даже по вам было видно Что вы как бы Вы ждали Какого-то оскорбления И такое впечатление Что девушка Она уже идет И она ждет Вот когда он сейчас Что-то ошибется Мы сценку Мы смотрите Мы показываем сценку А вы это лично Что-ли воспринимаете Я не лично воспринимаю Я просто хочу Что вы то и что Просто высасываете с пальца Ну, окей Хорошо Мы услышали ваше мнение Мы дальше доработаем Да? Окей А здесь вас никто не держит Если вам кажется Это высосну Да, окей Хорошо Мы услышали Мы услышали Все Хорошо, спасибо Я вижу, что сценка Абсолютно полностью закончена С твоей стороны Ты искренне Ну как Выразила свои чувства Ты, как говорится Создала некий продукт То есть ты его любишь Ты ему сказала Вот, Марат Ты мне нравишься Да? Вот А так как ты видишь Что он сейчас непрошибаемый Ты все правильно делал Ты положила товар на полочку И уходишь А вот он как раз Он думает Блин, какая классная книга А дай-ка ее почитаем Задумался И он уже потом к тебе придет В любом Вот Не придет Опять же Это его проблемы А ты идешь дальше И делаешь свое дело Ты с достоинством Идешь дальше Просто развиваешься А он в итоге Если он станет этот путь Он разовьется Ну, то есть Вот Процесс уже запущен Все Ты сделала То есть ты абсолютно Полностью Правильно поступила Законченное действие Ну, то есть Вот Сказала Увидела Вот Как говорится Ну, то есть Из того, что ты пытаешься донести Что не прошибаешь Все Ты идешь просто дальше Туко Ну, как Легко Вот Где здесь Вот эта вот грань Когда Просто очень часто В работе с людьми Возникает Вот именно Вот эта самая Прикольная грань Если Меня любят То достучаться А если Так закрываешься Что тебя любят А ты отталкиваешь И Человек стучится Человек Находит И такие Моменты И вот такие И вот такие И вот такие И ты уже понимаешь сам Я не слышу Я сам не слышу Я вижу, что ты делаешь И это И это И это И это И все Офигительно Но мне самому До такой степени Страшно Что я не хочу Этого слышать И где Вот здесь Вот в отношениях Во взаимоотношениях В начале И дальше Где эта грань Достоинства Каждого человека Когда Тебе нравится Человек И ты Полностью Искренен Ты понимаешь его Ты поддерживаешь его Ты продолжаешь с ним Коммуникацию Потому что Да, он тебе нравится Просто он тебе интересен Не так, чтобы потрахаться Там Получить в него что-то Вот поэтому Пары целостный Не целостный Когда два Не целостных То все проще Ты мне Я тебе Пошли в ЗАГС Все круто А когда Дыра И здесь Заполнена То Вот эта дыра Будет наталкиваться Снова и снова Снова и снова На зеркало Ты меня боишься Ты не полностью Искренно Ты не хочешь Сказать то, что ты чувствуешь И вот где Здесь Грань Достоинства Во-первых Для человека Который Прыгает на эту Образуру Снова и снова Высмеивает 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 И где Грань Достоинства Потому что Огромнейший Инструмент Манипуляции Идет еще в том Что Человек Понимает Вот Да Я там Понимаю Он мне нравится Вот наоборот Я закрытая Да Вот Я боюсь Я высмеиваю Он мне нравится И я Я понимаю Что он мне нравится Я вижу Как я этого боюсь Я начинаю Закидывать удочку Да Печеньками Печеньками Я начинаю Его провоцировать Я говорю Что у тебя Не хватает Силы Не хватает Отваги Да Сказать Что ты чувствуешь Ко мне А ведь он и так Говорит Да Но я что Не слышу Я не слышу Я ему об этом Говорю Но я говорю Не прямо У меня же страх Я начинаю Манипуляциями Я начинаю Его обвинять В собственной Неискренности Я говорю Я все делаю Просто Ты быстро Сливаешься Ты очень быстро Сдаешься То есть я кричу Да стучись до меня Да Ты здесь мне нравишься Но здесь страшно Вытащи меня отсюда И где та грань Когда вот Этот человек Должен Обязан Да Если он очень Любит То конечно же На нем сразу Обязательство Пойти туда Вытащить Этого человека Перенести Додать ему Все эти понимания Это уже Психологическая Психиатрическая Работа Тонко Вот как так получается Что целостный И не целостный Вот это Что же за Бракодавл Это такая Я понимаю Не получится Просто Не получится По этому самому По имени-яне Друг друг Заполнили И все Классно Да Немного конфликтов Много секса Так Оно Так и не получится Потому что Целостный Все время Показывает Смотри У меня Вот здесь Граница Достоинства Да И все время Будет наталкиваться На зеркало 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 И будет Приявлять Много 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 Претензий Нет Если Дискомфорта Внутри нету Если есть Понимание Умиротворение При этих Ситуациях Да Ты целостный Да По сценке Не было По сценке Не было Я просто Понимала Я же ему Сказала Видимо Ты боишься Ты ушла Спокойно Да Я ему Сказала Ты мне нравишься Но я вижу Ногой не топала Нет Я показываю Ты мне нравишься Но я вижу Что ты меня боишься Ты не ушла Ты получишь Как жалко Что он там Нет 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 Я просто Понимаю Механизм Вижу Насколько Видимо Человеку Сложно Да Реализована Сценка То есть Ты сказал Что ты хотела Он ответил Так Ну Что делал Да Да А что ты подумала Что ты не сказала Что хотела Вот это тонкая грань Да У меня есть еще такое мнение Что мне кажется Мы рассматриваем ситуацию На бок То есть Тут получается Девочка целостная Мальчик не целостный Да Если перевернуть эту ситуацию То есть У девушки достоинства Она целостная Она уходит Мне кажется Что если бы было наоборот И мужчина был бы целостный А девушка бы себя так вела То достоинством мужчины Было бы именно Остаться И каким-то мягким путем Бросанием Бросанием В какие-то фразы То же самое Что ты говорила Да То же самое Что он говорит Именно потому Что он смотрит на ситуацию С позиции мужчины То есть Мне кажется Что О чем Мужчина О чем Достоин То же самое Было бы Да Ну то есть Вот Антон говорит Я должна Антон говорит Что я должна была сделать То что ты говоришь Должен сделать мужчина Если он целостный А если здесь Повесила обязательство На другого человека Да Повесила обязательство То есть Ты должен Вытащить меня Ты должен Вытащить меня Из моей дыры Пожалуйста Ты же меня любишь Сильно Да Ну Эй Ушел Да Ушел Что Не все Ты не любил меня Вот Значит Недостаточно Много чувств Так получается Наташ В этой сценке Ты Что высказала Правильно Ты мне нравишься И оставила Дверь открыта И ушла Ну, вообще в жизни, то есть, мы просто очень ее сделали короткой, чтобы показать линию механизма. Нет, по самой сценке, так я понимаю, ты, говорю, ты все, ты искренне сказал, ты мне нравишься, но я не хочу, чтобы ты, ну, по отношению ко мне, вел себя так, ну, то есть, я имею достоинство, ну, я тебе, ну, как, до свидания, вот, дверь моя открыта, если хочешь, пожалуйста, общаться будет. Да, но еще в жизни намного проще, когда, если бы я спросила его, то есть, если бы я не встала вот так вот и ушла во второй раз, если бы я с первого раза, когда я ему объяснила, если ты не понимаешь механизма, ты не можешь его контролировать, то здесь вот, ну, в реальной жизни я начинаю спрашивать у человека, а что ты там чувствуешь, то есть, чего ты боишься, мне обычно интересно, и я начинаю спрашивать. Да, вот, если после всего этой абракадабры человеку все еще сложно, я понимаю, ну, да, ну, 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 что, я как бы вот выложилась на 100%, я была полностью искрена, и мне было реально интересно, я задавала вопросы, мне было реально интересно, не то, чтобы получить от него это, я задавала вопросы, а мне было интересно, чего же на самом деле так боится человек, что он там внутри чувствует. И когда вот он рассказывает это все, и он все еще видит, что открыться страшнее, чем то, что он рассказывает, вот тут он становится, вот он уже видит все в себе, и тут уже реально его решение. Тогда я стою и ухожу, вот так я в реальной жизни поступаю. Так, можно сделать перерывчик, да, на 10 минут, 1,5 часа, и будем уже про чувства и про живое тело, сейчас вот про отношения, просто дань вчера еще.